Друзья, здравствуйте! В прямом эфире «Якутск. Сегодня». И проведу его сегодня я, Анна Фёдорова, исполнительный директор акционерного общества «Прогноз» и координатор инклюзивного проекта «Обнимаю сердце». 8 декабря создаётся инклюзивный творческий концерт «Раскрывая сердца». И сегодня я пригласила организаторов этого концерта. Хочу вам представить Марию Юрьевну Ларионову, художественного руководителя Дома культуры глухих РЛ. Также у нас в гостях Елена Дмитриевна Скрябина, председатель городского отделения Всероссийского общества глухих. И с удовольствием представляю Любовь Алексеевну, советника Республиканского отделения Всероссийского общества глухих. И также у нас в гостях Егор Иванович Андреев, сотрудник акционерного общества «Прогноз» и «Ангел Добра» инклюзивного проекта «Обнимаю сердце». Дорогие друзья, у меня первый вопрос. Какова же цель этого концерта? Целью данного концерта является создание инклюзивного творческого пространства, объединяющих, скажем так, людей, особенных людей с ограниченными возможностями, и здоровых, так скажем, да, и возможность продемонстрировать на одной сцене, на равных, свои возможности и таланты. И также участники концерта еще раз докажут, что творчество, цена не имеет границ. Вот так вот. Спасибо большое. Вы знаете, эта история началась с мечты одной доброй, отзывчивой девушки Ульяны. Она является председателем регионального отделения Всероссийского общества глухих, и эта мечта притворилась... Появились феи, появились ангелы, появился хрустальный дворец в виде супердвижового, динамичного, современного, культурного центра Сергиляхские огни, который предоставили партнеру проекта Северо-Восточный федеральный университет. И эта история пошла разворачиваться и объединять вокруг себя очень много людей. Вот вы, Егор Иванович, что откликнулось в этой истории, и почему вы решили также вовлечься в подготовку концерта? Спасибо, Анна. Ну, что я тут могу сказать? Как я вообще столкнулся вот с миром особенных людей, да, и вообще с понятиями интузии в частности? Я в начале 90-х годов, когда учился в ЕГУ, ну, нас было там много в физико-факультете, друзья, знакомые. Ну, мы были достаточно, ребята, такие активные, модные. И вот на фоне вот этого у нас была своя, как бы сказать, фирма. Мы занимались компьютерами и так далее. И потом мы совершенно, скажем так, случайно, наверное, да, столкнулись в университете с замечательным, интересным, очень передовым человеком, который подвижником, наверное, можно сказать, да, Пантельмон Романович Егоров. Он слабовидящий. И вот в начале 90-х годов, первой половине, да, вот, скажем так, это было время, когда в компьютере было вообще что-то такое, там, где-то там, у кого-то, у богатых, там, всякое такое, да. И вот в это время он уже тогда начал продвигать именно инклюзию, как сейчас вот мы говорим, да, тогда мы такого слова даже и не знали. Он организовал учебно-производственный центр Толбон. Насколько я знаю, он и сейчас живёт и здравствует также в стенах Якутского госуниверситета. Сейчас с ВФУ, да, ну, я заканчивал ЯГУ, поэтому привык к этому больше. Вот. Чем занимался Пантельмон Романович, вот, в тех стенах? Он, во-первых, организовал рабочие места для людей с ограниченными возможностями здоровья, ну, в первую очередь, собовидящих. То есть они, благодаря ему, они получали возможность приобщиться к компьютерам. Это было совершенно, как я уже сказал, новое явление тогда. И вот уже тогда, когда компьютеры только-только появились, никто толком не знал, что с ним можно делать полезно. Пантельмон Романович уже ездил по России, он находил производителей синтезаторов речи, чтобы можно было с компьютером работать именно, используя слух, а не зрение. Он нашёл выходы на производителей специальных клавиатур и специальных мониторов, которые могли выводить текст, используя азбуку Брайля и так далее. Ну вот. И поскольку мы находились даже географически на одном этаже в главном корпусе Югу, мы, значит, познакомились, начали ему помогать, он обращался к нам за помощью, и мы к нему обращались за помощью. И вот как раз, когда Анна Александровна предложила мне примкнуть к ангелам добра, я вдруг даже не сразу вспомнил вот именно вот этот эпизод и подумал, что, оказывается, вот моё приобщение к особенным людям, к инклюзии как таковой, да, оказывается, произошло-то достаточно давно. Вот. И сейчас вот, когда я втянулся в этот проект и меня окрестили ангелом добра, я сейчас уже вспоминаю и провожу некоторые вот параллели между тогдашней своей деятельностью и нынешней своей деятельностью. Спасибо. В общем, как-то так. Спасибо большое. Елена Дмитриевна, вот расскажите, пожалуйста, да, Всероссийское общество глухих. Вот кто туда попадает, как какие-то ограничения, может быть, с какого возраста, с какой целью? Что получают люди, придя к вам? Спасибо. У нас в Якутском городском отделении Всероссийского общества глухих на учёте стоят более 400 человек, да. А там мы обычно принимаем с 18 лет и старше. И членом ВОК Всероссийского общества глухих могут быть и желающие, имеющие инвалидность по слуху, и они могут, возможно, получать участие во всех культурных и спортивных мероприятиях. Вот это, например, вот культурные кинотеатры, театры, музеи и мастер-классы проводят для членов Всероссийского общества глухих. Это по декоративной прикладной искусству, хореографии и пошиве по одежду. Вот. И Якутское городское отделение общества глухих ежедневно ведёт приём глухих, решает социальные и семейные проблемы. По возможности стараемся лечить все проблемы гранатом глухих города Якутска. Да, спасибо вам за это. Спасибо большое. Любовь Алексеевна, у меня к вам вопрос. Вот 8 декабря пройдёт концерт. Я думаю, что в долгое... Я знаю, что вы долгое время были председателем регионального отделения Всероссийского общества глухих. Я думаю, что тоже такая же насыщенная жизнь была. И какие-то особенные моменты... Расскажите, пожалуйста. Ну, я в обществе глухих проработала более 40 лет. Из них 25 председателем. В 2020 году, ну, пришло время, я уступила. Мы избрали нашу молодую Ульяну Павловну председателем. Сейчас она руководитель. Я осталась работать как бы советником. Ну, чем могу, тем и помогаю. Ну, конечно, у нас в нашей истории в течение 40... Так, ой, 85-летие у нас было очень много мероприятий. И мероприятия были очень интересные, насыщенные. Руководителями нашей организации работали очень замечательные люди, которые уважали и любили наших членов ВОК. Это глухие и слабостыщие граждане. Ну, на учёте у нас состоит 1460 членов ВОК. Из них 406 — это инвалиды по слуху только. К нам могут прийти и нормальные слышащие люди, как мы и говорим, говорящие люди приходят. Это в основном родители наших детей, не слышащих детей, учителя, воспитатели школ глухих и слабослышащих детей. И те граждане, которые... как бы неравнодушны к таким людям, как инвалидам по слуху. Ну, мероприятия у нас проводились, как я уже сказала, очень интересно. У нас ранее был театр, как бы народный театр. Режиссёром работал Окаёмов Николай Константинович. Но самые насыщенные дни — это когда проходили репетиции. Репетиции проходили. Мы с каждым членом этого коллектива работали индивидуально. Рассказывали, что, как показать этот жест, тот или иной, какую роль он должен играть, как он должен вести себя на сцене. Но, к сожалению, у нас театр сейчас пока закрылся, потому что мы не можем никак найти режиссёра, который бы мог работать с глухими, самодеятельными нашими артистами. В 90-е годы к нам пришла Мария Юрьевна. И она у нас возродила концертные номера, конкурсы, фестивали. Особенно у нас интересный, это ежегодный республиканский конкурс. Это конкурс жестовой песни, куда Мария Юрьевна привлекает молодых исполнителей. К нам приходят и учащиеся, и младших классов приходят, и старших классов приходят. И также Мария Юрьевна организовала творческий коллектив «Тятип», которые постоянные наши артисты выезжают на российские, на международные конкурсы, выезжают. Я рада отметить, что они всегда становятся и лауреатами, и дипломантами первой, второй степени. Вот такая у нас насыщенная работа. Мне, как интересно, это не только вот уже готовый концерт смотрит, а процесс подготовки этих конкурсов. Да, мы продолжим дальше разговаривать о концерте, о вашей деятельности. Друзья, пожалуйста, звоните на наши номера 38-00-66, 32-11-66, и мы прерываемся на короткую рекламу. И пока у нас остаётся чуть времени, во втором блоке, я думаю, мы поговорим о фишках концерта. Я думаю, что будет интересно. Оставайтесь с нами. Друзья, Якутск, сегодня мы продолжаем говорить об инклюзивном концерте, который пройдёт 8 декабря в культурном центре Сергиляхские огни, начало в 6 часов, вход бесплатный для всех. И мой вопрос к Марии Юрьевне. Какие же фишки ждут? Зачем? Почему нужно прийти на этот концерт? Ну, во-первых, это концерт, так скажем, праздник оптимизма, бодрости духа. Вот придя на этот концерт, люди действительно убедятся в том, что невозможное возможно. Ну, так скажем, да? Что лучший пример того, как нужно относиться к жизни, как бы она не испытывала человека на прочность. И в концерте примут участие очень много коллективов инклюзивных. Также будут совместные выступления со звёздами якутской эстрады, такие как Сахая, Александр Бурнашов. Также выступит Дмитрий Колесов со своим учеником. Дмитрий Колесов у нас заслуженный артист Якутии, как мы знаем. Сергей Гудчиков, это член нашего общества. Он занимался у него с 2012 года. Была подготовка к российскому. И с тех пор вот всегда Дмитрий помогает в подготовке нашему Сергею Гудчикову. Вот мы ждём от них яркого номера. Также будут такие совместные номера Николая Прокопьева с театром «Мода Чагыл». Это с коррекционной школы-интернат для неслышащих, обучающихся. Николай Прокопьев — это солист ансамбля «Доран», да? Да. Вот эти замечательные песни. Да, вот именно с этой песней он выйдет, примет участие в концерте. Также у нас замечательный ансамбль, инклюзивный, первый, кстати, в республике, «Ильдегей». Участвуют дети на колясках, да? Тоже ждём такой яркий, необычный номер. Ну вот, все фишки открывать секреты не будем. Обязательно приходите, посмотрите. Будет очень интересно, красиво. Ну, в общем. Друзья, да, я, вы знаете, ещё раз, повторяя свою мысль, как бы развивая, да, хочу сказать о том, что, вы знаете, вот мотив у Ульяны такой чистой объединения людей. И действительно души стали откликаться, да? И я думаю, что вот такие слова, как «великодушие» и «милосердие» — это как раз про этот концерт. Лиза Газизова будет ведущей концерта, да? А «Джи», да? «Джи», да. Выступит. Будет много совместных, очень интересных номеров. Ещё, кстати, будет показ от якутских дизайнеров, и моделями будут выступать люди с ограниченными возможностями. То есть я хочу сказать, это не про ограниченные возможности совсем. Это про неограниченные возможности души человека, да, и равных возможностей всех. Вот как вы оцениваете инклюзию в обществе сейчас? Вот, Елена Дмитриевна, скажите, как вы считаете? Ну, на мой взгляд, развитие инклюзии общества должна быть направлено на заботу, внимание всех категорий инвалидов, ограниченные возможности, да. Для этого нужны социальные проекты, мероприятия, где равных могут принять участие люди с инвалидностью, и даже без. Да-да-да, спасибо. Спасибо, Любовь Алексеевна. А как вы оцениваете, вот как было, как есть, какие проблемы, может быть, есть? Ну, инклюзия, это, как уже тут говорили, новомодное слово, это всё-таки индивидуальные занятия с каждым нашим членом ВОК. Но индивидуальные занятия у нас проводятся на протяжении всей нашей деятельности, потому что кого-то как-то привлечь, ему разъясняешь, как это должно быть, что это будет, если ты станешь нашим членом ВОК. К нами тут очень много народу идёт. Почему? Потому что наши члены ВОК, они физически здоровые, у них только нет слуха. Да. Раньше говорили, что... Спасибо, сейчас поступил звонок. Да, пожалуйста, говорите, мы вас слушаем внимательно. Да, добрый день. А подскажите вот такой глупый вопрос, а как будет организована доставка, и как будут передвигаться незрячие люди вот в КЦ? Да, спасибо вам за вопрос, спасибо за ваше неравнодушие. Мария, наверное, да, вы ответили? Так, значит, у нас организация такова, что обязательно будут волонтёры, которые будут сопровождать и колясочников, и незрячих людей. Будут и сурдопереводчики. Потому, как сказать... Ну, вот как Мария Юрьевна сказала, действительно, этот концерт объединяет огромное количество людей, вот как вы вначале говорили. И часть волонтёров, насколько я знаю, также будет представлена от университета. Да, от университета, да. Также вы рассказывали, что управление образования даёт автобусы. Управление социальной защиты. Да, 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 ой, да, простите. Доступ, значит, наши колясочки приедут на специализированных машинах, то есть их привезут, увезут. Спасибо за вопрос. Есть, может быть, у вас ещё вопросы? Да, спасибо большое. Спасибо большое. Егор Иванович, а вы как оцениваете вот инклюзию? Вообще, инклюзия — это действительно такое слово, оно какое-то секретное какое-то, да, как будто. А это равные права и равные возможности. Ну, если говорить совершенно честно, да, то мне кажется, что мы в начале пути, наверное. То есть общество как со стороны вот нас, да, и как со стороны людей с особенностями развития, да, мы пока только... Хотя и те, и те существовали, естественно, всегда. Очень-то, ну, с момента, так скажем так, зарождения человечества, наверное, да. И только сейчас мы начинаем переглядываться друг к другу. Ну, что греха таить? Замечать в каких-то случаях существование друг друга. И вот в том числе вот проект Анны Александровны, вот это один из, это один из хороших таких шагов вперёд, именно в сторону того, чтобы инклюзия, она как бы больше продвигалась, больше, скажем так, внедряла, что ли, в общество, да, находила понимание, ну, в общем, так. Да, действительно, вот это данность мира, что есть люди с ограничениями по здоровью. И никто не застрахован, кстати, да? Да. Поэтому, вот, стоит, наверное, дорогие зрители и уважаемые слушатели, вот, призадуматься, теми ли вопросами мы бываем недовольны, да, как-то в жизни, вот, вроде бы, раздражены бываем, тогда как у нас есть дар свыше это слышать, это обнимать своих любимых, танцевать, да? Мария Юрьевна, вот, вы сказали, будут совместные номера, да? Вот, насколько легко было найти участников концерта? Вообще, когда мы принимали заявки, отвлеков очень было много, честно. Действительно, все желали, даже по несколько номеров, но, к сожалению, время у нас концерты тоже ограничено, поэтому, как бы, мы где-то совмещали какие-то номера с другими, совмещать будем, да? И все они так вот активно соглашаются, что очень отрадно. Вот, действительно, вот, не было таких, что кому-то позвонили, кому-то предложили, я, например, звоню, да, вот, мы приглашаем вас, вот, не было, да, нет, ну, мы подумаем, такого вообще не было. Все с удовольствием откликались сразу, вот, честно. Да, еще один телефонный звонок, пожалуйста, мы вас внимательно слушаем. Ой, здравствуйте. Здравствуйте. А не могли бы напомнить, пожалуйста, когда будет концерт и сколько будут стоить билеты? Так, концерт у нас состоится 8 декабря в 6 часов вечера в культурном центре Сергиляхские огни. Вход абсолютно бесплатный. Спасибо вам большое за звонок. И продолжая тему инклюзивы, вот, мы говорим сейчас о творчестве. Расскажите, пожалуйста, о своих успехах в спорте, в профессии. Наверное, Любовь Алексеевна, да, пожалуйста. Ну, как я уже говорила про творчество. Творчество у нас начиналось, как бы сказать, со дня образования нашего общества. Мало по-майски. Как-то народ привлекали мы, сами стали приходить. Ну, в последнее время это, конечно, идет массово. Желающих участвовать в танцевальных конкурсах, жестовой песне, да? Желающих стало очень много. Но мы стали в последнее время их отбирать на разные конкурсы. И у нас, как я уже говорила, творческий коллектив «Тятим» выезжает на российский и международный конкурсы. Но про международный конкурс, наверное, Мария Юрьевна немножко расскажет. Давайте я расскажу. Я и... Да, Мария Юрьевна. Коллектив. Это ее родной коллектив. Сама создала этот коллектив. Коллектив был создан в 2013 году. В следующем году у нас 10 лет будет. Значит, мы работаем по нескольким направлениям. Это не только жестовая песня, танцы, да? То есть не одно направление, да? А же именно жестовая песня, хореография, актерское мастерство. И также у нас есть условия. Условия, чтобы к вам понравилось? Условия участников, да. Те, кто у нас занимаются в нашем коллективе, обязательно должны принимать участие в пошиве костюмов. То есть каждый участник сам шьет костюмы. Вот. Исключительно только так, с таким условием. Ага. Также нам активно помогают, конечно, наши коллеги. И директора, и бухгалтера, и председатель. Мы садимся и шьем костюмы сами. Вот так вот. Ну, что еще хочу сказать. Активно участвую в российских конкурсах, мероприятиях, международных фестивалях, конкурсах. Есть большие достижения. Да, мы продолжим. Дальше этот разговор очень интересный. Друзья, мы уходим на короткую рекламу и ждем вас. Оставайтесь с нами. Друзья, я напоминаю о том, что мы говорим об инклюзии и об инклюзивном концерте, который состоится 8 декабря в культурном центре «Сергиляхские огни». И в студии гости из регионального и городского отделения Всероссийского общества глухих. И сотрудник акционерного общества прогноза «Ангел добра» проекта «Обнимаю сердцем». Егор Иванович Андреев, Мария Юрьевна Ларионова, Елена Дмитриевна Скребина и Любовь Алексеевна Николаева. Мы говорили об творческом коллективе «ДАТИТИМ». Продолжайте, пожалуйста. Что еще хочу сказать. Помимо творческого коллектива «ДАТИТИМ» у нас, конечно, занимаются художественные самодеятельности по различным жанрам. Есть у нас, проводятся занятия по юмористам и, господи, как это называется? Иллюзионистам. Иллюзионистам. Фокусникам. А, фокусникам, да. Класс. Также у нас, да, очень интересно. Помимо этого у нас члены нашего общества проходят различные мастер-классы. Мы приглашаем специалистов по декоративно-прикладному искусству, по различным. По пошиву костюмов, по бисероплетению. Как раз вот недавно мы приняли участие в акции, в республиканском акции «Харсхал». Гражданам, мобилизованным гражданам, да. Ну, у нас в Доме культуры идет насыщенная и интересная жизнь, я так скажу. Знаете, я вот послушаю сейчас и вспомнила, что, по-моему, в прошлом году, да, победительницей российского конкурса «Красоты тихая Россия» «Россия» стала, ну, наша девушка, да? Да, Айталина Мосова «Гранд миссис» «Тихая красота» «Миссис», да. Это проводится ежегодно. В прошлом году у нас Айталина заняла в номинации «Гранд миссис» первое место. В этом году у нас тоже принимала участие в конкурсе «Мисс Тихая красота» Павлова Сусанна и заняла достойно третье место. Отлично. А какие вот в спорте есть достижения, Елена Дмитриевна? Наши члены инвалидов имеют по слуху, но и физически могут двигаться. Они поэтому, наши глухие очень любят спорт, как бильярд, футбол, там, дарс, на столе, теннис и так далее, и так далее. И в каждом соревновании проводим, очень много участников участвуют. Все по очереди идут, заявку дадут, все разных улусов даже приходят, участвуют. Ну вот, наши в жизни в Луке очень активные, интересные по спорту. Вы знаете, я вас слушаю, у меня душа наполняется благодарностью за то, что вы делаете. Вот. И концерт этот, он также притягивает очень большое количество добрых людей. И вот как звезды быстро откликнулись, да, и как быстро номера как-то вот компонуются, репетиции идут, насколько я знаю, да, каждый день идут репетиции. Кстати, мне звонила Анжела Александровна из школы для неслышащих, да, школы-интерната, да, о неслышащих обучающихся, и рассказала, что с каким волнением ждут дети выхода на большую сцену, потому что есть дети, которые уже выезжали, участвовали в каких-то фестивалях, а есть дети, которые готовят номера специально для выхода на, ну, в первый раз, да, это будет их дебют, плюс со звездами. Я разговаривала с Валентином Суздаловым из оригинального отделения Всероссийского общества слепых, и вот он, у него есть песня Матвея, Кирилла Матвеева, Кирилла Матвеева, да, Джоул Тага. И он говорит, я стесняюсь, я говорю, ты хочешь песня? Он говорит, я стесняюсь, но очень хочу, говорит, это была бы моя мечта. И вот будут реализованы мечты, и... А что сложного вот в организации таких проектов? Это, наверное, вопрос к Марии, да, как к художественному руководителю. Ну, не знаю, наверное, в выборе репертуара, возможно, быть, может быть. Ну, не знаю. Не знаю даже. Может, я скажу по этому вопросу? Минуточку, у нас звонок, да, мы вас слушаем. Добрый день. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, пожалуйста, говорите. А это прямой эфир же, да? Да. Ну, они же разговаривают, я вот по телевизору смотрю. Да, пожалуйста, говорите, вы в прямом эфире. Ну, слышно, что ли? Слышно вас? А? Да, слышно говорить. Здравствуйте. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И наши ребята там выступали по пауэрлифтингу И мы организовывали с тремя обществами концерты, встречи, проводы организовывали И вот на концерте одном из них, да, у нас Ульяна наша, она спела песню «Здравствуй, Якутск!» Это для других инвалидов, которые к нам приехали в гости, которые участвовали, были очень удивлены Как это та глухая девочка поет со звездой? Ну вот с тех пор у нас вот это вот началось Началось практиковаться Да, практиковаться началось И еще до, ну до этого, в нашем здании, в здании Дома культуры, которое сдалось в эксплуатации в 81-м году Но в нашем здании очень много знаменитостей занимались Саха театра, у них в то время не было своего здания И они у нас проводили репетиции своих спектаклей Знаменитые, в то время ансамбль «Чарон» Да, да, да В то время вот супруги Егоровы, там они и пели И они участвовали на наших мероприятиях Ну, несколько песен пели И вот с ними мы тоже множествуем Ставили переводчики, сордопереводчики И она нам переводила их песни Они пели на якутском языке А так как у нас жесты переводятся с русского на жесты Было очень трудно С якутского мы переводим на русский А с русского уже на жестовый язык Это не один день работы Спонтанно это не делается Поэтому нужно время Да, это большое Это теперь, наверное, чувствует Мария Юрьевна Потому что наши глухие очень любят якутскую песню Петь надо им И вот нам не дословно это переводится Нам переводится Смысл песни Мы переводим Я в первый раз увидела жестовое пение Как раз в исполнении Ульяны Павловны В день города Она, да, с Айиной Вот они выступали Здравствуй, Якутск И насколько это вообще завораживает Так красиво Красиво Да, я в первый раз увидела И практически остолбенела Они вспомнили, что они когда-то исполняли эту песню И это уже через 20 лет Через 20 лет Почти 20 лет Я не вспомнила И вот Саина пригласила нашу Лену И вот спели В поле Очень красивый концерт Я вот очень много сейчас воспринимаю Как чудо И то, что сейчас мы с вами обсуждаем И то, что будет 8 декабря концерт Я тоже воспринимаю как чудо Как вы считаете, Егор Иванович Для кого будет интересен этот концерт И такой провокационный вопрос Пойдут ли ваши дети на него? Я бы, наверное, хотел, чтобы мои дети туда пошли Но не знаю, получится, не получится Но постараюсь сделать, чтобы это было именно так Но вообще вот такого рода мероприятия Именно которые продвигают инклюзию В широком даже смысле этого слова Они интересны, полезны для всех Всем и всегда, я думаю То есть маленькими шагами Мы должны, вот как я вначале говорил Мы должны продвигаться по этому пути Да, спасибо, дорогие гости Что вы были сегодня с нами Сегодня мы говорили об инклюзии И о проведении 8 декабря В культурном центре Сергиляхские огни Инклюзивного, бесплатного концерта Раскрывая сердца Присоединяйтесь к чуду Я вас призываю к этому Никто не пожалеет и не останется неравнодушным Спасибо вам за внимание Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!